Джон Дьюи, американский философ, педагог, значит, это американские прагматисты. Вот три. Пирс, Джеймс, Дьюи. Вот вчера излагал Пирса и Джеймса, и сегодня Дьюи. Дьюи более всего известен, что он всю вот эту методологию прагматизма, которую предложил Пирс и доработал Джеймс, он ее попытался в социальной науке спроецировать, в том числе в социологию, особенно педагогику. Ну, Дьюи, в общем, серьезно занимался тем, можем ли мы перестроить общество на научных основах. Такая вот голубая мечта всех позитивистов, начиная еще с Конта, между прочим. Ну, вот тоже в этом плане Дьюи работал. Ну, высказывается мнение, что философия Дьюи в США господствует, и до сих пор. Там какие-то опросы проводили, 80% американцев считают Дьюи лучшим философом. Это американский позитивизм, и Дьюи один из выдающихся у представителей, вне всякого сомнения. С серьезным влиянием на систему образования США. Биография, на самом деле, у него довольно спокойная. Сын табачного фабриканта, из капиталистов он, средний брат его экономист, пошел в науку, в Вермонтский университет, увлекся там философией. То есть, первоначально он был философ, статьи по философии писал. Потом, вот, Пирс и Джеймс, примерно, когда как раз формировался Дьюи, как философ, Пирс и Джеймс как раз всю эту историю про прагматизм раскатали. Ну, и Дьюи стал последователем. 1879 год Дьюи кончает в Вермонтский университет. Потом он был профессором Мичиганского, Чикагского, Колумбийского университетов. В общем, он считался по философии, но философия у нас, у позитивистов, практическая. То есть, философию мы считаем такой общей методологией наук. Как раз такой вот попытки всякие витать в облаках, вносить в философию какие-то ненаблюдаемые объекты по типу идеи, либо материи, мы к этому отрицательно относимся. К тому же, у прагматистов, то есть, у американских позитивистов, философия имела явный такой психологический уклон, потому что Джеймс, главный прагматист, собственно, психолог. Я вот Джеймса описывал, и в основном у него все работы в области психологии, а истину он считает чисто психологическим способом приспособиться к изменению окружающей среды. Это психологический подход к истине, в общем-то. То есть, в частности, как я говорил, Джеймс считал, что если религия кого-то утешает, то для него тогда она чисто психологически истинна. Что, в общем, довольно странно для позитивистов смотрится, которые всегда говорили, что религия – это ложь. Ну вот, в связи с этими практическими установками, Дьюи, собственно, занялся педагогикой и создал педагогику прагматизма. Также он очень много занимался социальными вопросами. В 1919 год он создал новую школу социальных исследований в Нью-Йорке. Вклад в социологию тоже большой, но его нужно, видимо, излагать, когда я перейду тут к социологии рано или поздно, и курс по социологии тоже планируется. Вот Арс Лонга, Вита Бревис, успею ли я все рассказать, что хочу. Ну, также, значит, Дьюи, конечно, общественный деятель, руководитель Лиги независимого политического действия, то есть группировки левых либералов США. В качестве левого он категорически выступал против нацизма на идеологическом уровне, на организационном, он, конечно, боролся с фашизмом американским. Он, конечно, во Вторую мировую выступал за то, что нужно воевать с Гитлером. Он умер в 1952 год, в таком преклонном возрасте. Вот это примерно биография Дьюи. Теперь его взгляды и вклад, собственно, в социальную науку. Ну, социологию я выношу все-таки. Значит, Дьюи разработал новый вариант прагматизма-инструментализм. То есть он много довольно в теории познания говорил, развивал взгляды Джеймса. Ну, вкратце можно процитировать Дьюи. То есть задача философии в том, чтобы, правильно используя опыт, добиваться единичных целей. Задача философии не в том, чтобы, правильно используя опыт, добиваться единичных целей, а в том, чтобы с помощью философии преобразовать сам опыт, систематически совершенствовать опыт во всех сферах человеческой жизни. То есть прагматики говорят, что истина – это то, что позволяет добиться результата. Вот поэтому получается, что любая наша деятельность, она не отвлеченная, она всегда добивается каких-то результатов. А результат – это в чем заключается? Мы преобразуем свой опыт. Поэтому смысл философии по Дьюи – это в преобразовании какого-то определенного опыта. То есть не в описании, как там Марс говорил, что философы разными путями нам объясняли мир, но задача эта заключается в том, чтобы мир преобразовать. И эти установки марксизма, в целом прагматизм американский разделяет. Совершенствование опыта он в значительной степени, опять же, как и марксисты, понимал социально. И это у Дьюи называется социальная реконструкция, он категорически левый. Значит, социальная реконструкция – это изменение общества к лучшему. Что значит к лучшему? Во-первых, нужно наделить собственностью максимальное количество людей. Вот, то есть равенство. То есть нужно тут что-то заметить, что у официальных американских философов… Вот Дьюи – это самый официальный американский философ, самый там распространенный и общепризнанный. Так вот, у него равенство является позитивным идеалом. Вот к полемике между нашими, которые все говорят там на Западе, черт знает что. На Западе равенство – позитивный идеал в 20 веке. Вот Дьюи – это тоже говорит, что мы должны наделить максимальное количество бедных людей собственностью. Тогда у нас общество будет лучше. Потому что конфликты между бедными и богатыми у нас сгладятся. Дальше, человек должен быть приближен к итогам своего труда. То есть он должен за свой труд получать справедливое вознаграждение, говорит Дьюи. Для этого нужно сократить паразитирующую прослойку, которая присваивает результаты труда. И таковыми являются все крупные собственники и монополисты. Вот всевозможные аппетиты богатых, которые грабят бедных по самой своей природе, потому что столько человек не может заработать, сколько они зарабатывают честным трудом. Так вот, их аппетиты должны быть сокращены, и их доходы должны быть перераспределены в пользу бедных, говорит нам Дьюи. И в этом и заключается социальная реконструкция. Вот тут еще, значит, нужно опять пнуть нашу оппозицию, которая потому и проигрывает, что она на самом деле не западная. А это те же самые представители вот этой всей бюрократии нашей советской, постсоветской, путинской, которые фантазируют, и которые конструируют какой-то не тот запад, который там на самом деле, уподобляя его своим социально-дарвинистским представлениям. Наши либералы, в кавычках, которые стоят на позициях социального дарвинизма, ни черта не понимают в настоящем западе 20 века, в настоящей западной культуре, и сплошь и рядом не знают и языков соответствующих. То есть и прочитать не могут, что там на самом деле пишет Дьюи. Америка у них все еще населена ковбоями, истребляет индейцев и так далее, хотя в Америке все уже совсем наоборот. Прагматисты. Это официальная доминирующая философия в США. Они категорически против паразитизма крупных собственников. Это соответствует политике прогрессистов американских начала 20 века, которые только и говорили, что монополию угнетают американцев, и нужно всех спасти от этого, от всех этих крупных собственников. То, что весь Запад вынес из 19 века, это то, что дикий капитализм не нужен. И я в следующем году, если доживу, буду излагать практику Рузвельта, которая из этого всего вытекает. В общем, на самом деле в США дикий разгон был против этого дикого капитализма, и Дьюи был одним из теоретиков этого дела. Говорю, что крупных собственников нужно ограничить. Ну вот, значит, помимо того, что нам нужно бороться с бедностью категорически и прийти к обществу сравнительно равному в доходах, ну, без полного равенства, но сравнительно равному, так как все равно крупные доходы получаются у паразитов. То есть крупные доходы несправедливы по природе. Кроме того, естественно, нам нужно обеспечить права человека, говорит Дьюи, он же демократический, уже лево-либерал, да? Нужно обеспечить права человека, нужно обеспечить демократию. В качестве оправдания всего этого он следующую мораль фигурировал. Значит, нет единственно возможного высшего блага, то есть есть плюрализм целей, каждый к своему стремится. Цели совершенно конкретные у всех, то есть нет... Вот почему Гегель это мы ненавидим? Гегель говорит, что есть некое абстрактное добро, и государство его воплощает. Получается, что государство над человеком, государство божественное, ему лучше знать. Вот такую позицию мы категорически не приемлем. Наоборот, у каждого человека конкретные цели, и вот это первично. Поэтому мы должны разбираться с конкретными целями, прежде всего своими, а потом у других людей. Никакого такого общего блага, которое над всеми стоит, нет. Причем Дьюи говорит, что люди стремятся не к самим по себе благам, а к их размеру. То есть, допустим, кто-то богатый, он хочет еще больше богатым, стать, да, типичной для Америки ситуацией. Или там кто-то известным хочет стать еще более известным. Следовательно, моральной целью, по сути, является рост, а не сама по себе. Вот не сама по себе известность цель, а рост, то есть увеличение известности. Но это скорее такая американская психология, но она часто и в других тоже народах наблюдается. Дьюи считает, что моральные заповеди не имеют абсолютного характера. Например, ну понятно, что не убивай, да, но на войне вот нужно, наоборот, врага убивать. Поэтому абсолютных каких-то заповедей нет, они инструментальные. Вот это прагматизм американский. Ну, кстати, да, имейте в виду, что у них Дьюи главный философ, и американцы, если будет надо, будут нарушать все моральные принципы. Потому что так у них написано, у их философов. Ну, и в какой-то степени об этом тоже можно. Можно тут поспорить, да, конечно, я евразист в этом плане. То есть, конечно, я считаю, что некоторые вещи никак нельзя делать. Но, тем не менее, все-таки прагматика тоже имеет свой смысл. Потому что некоторых, конечно, приходится убивать некоторых. Законченная мразь. Тут в какой-то степени Дьюи тоже прав. Хотя бесконечно, конечно, так вот нельзя, да. Все время будем под свои цели мораль подстраивать, тоже так нельзя, я считаю. Потому что тут есть опасность в этом прагматизме, когда мы вообще всю мораль отменяем, да, и делаем, что хотим, оправдывая нашими целями. Но, тем не менее, Дьюи так не говорил. Дьюи говорил, что цели должны соответствовать средствам. То есть, вот из прагматиков вывод такой делают американских, что, дескать, все можно, да. Не, не все можно, цели должны средствам соответствовать. Более того, Дьюи говорит, что если мы неправильные средства используем, то наши цели будут меняться. То есть, мы использованием неправильных средств меняем цели. Ну, конечно, примером является, допустим, большевизм советский, когда вроде как цели поставили хорошие, но посчитали, что этих целей можно любыми средствами достигать, там, истребляя людей, концлагеря устраивая, и это привело к тому, что и сами цели исказились, и вместо социализма построили деспотическое государство Сталина. Это классический пример, когда применение неадекватных средств меняет цель. Но об этом Дьюи тоже говорит. Я говорю, что примитивное понимание позитивизма, как вот то, что истины, там, истина у каждого своя, там, истины нет, все можно делать, это бред. Ничего такого, естественно, классики американского позитивизма не говорили. Просто говорили о том, что средства, конечно, могут быть разные, но средства должны цели соответствовать. Ну, это, в общем, разумно все, да. Оптимальной формой человеческого общежития является демократия под Дьюи в его социальной теории. И основной очаг социальной реконструкции, основной рычаг социальной реконструкции, основной способ преобразования общества, это применение научных методов и технологий. То есть способом достижения вот этого демократического и сравнительно равного общества является применение науки и техники. Причем, то есть, наука и техника также гуманитарно понимаются. То есть, допустим, технология образования, правильно, она тоже преобразует общество. Ну, что-то можно сказать, что анархисты говорят о социальной революции, тоже как о процессе демократизации и внедрении научных методов, и перехода к научному обществу. Вместо социальной революции Дьюи говорит о социальной реконструкции, чтобы, видимо, слово «революция» не использовать, которое пугает американцев, да, думаешь, это то, что на континенте, там резня, да. Ну, анархисты никогда не говорили, что революция — это резня. Значение близкое, термины взаимозаменяемые. То есть, вот то, что я называю социальной революцией вслед за Бакуниным, Дьюи называет социальной реконструкцией. То есть, переход к разумному демократическому обществу. Ну, в этом плане мы и сходимся. Вот это, кстати, называется левый либерал. Вот Дьюи — типичный левый либерал и лидер левых либералов Америки. Вот в нашей оппозиции российской таких практически не бывает. Когда вот это вот начнешь, что такое говорить, они будут вычтут, что это какой-то совок и так далее. Это не совок, это лидирующие социальные идеологии той самой Америки, к которой они якобы стремятся. И понятия никакого они не имеют, хотя могут даже там в ней жить. Поэтому, кстати, я иногда и говорю, что я левый либерал, потому что это конвертируется. То есть, и анархизм, и левый либерализм четкой границы не имеют. И даже якобинцы, основатели этого дискурса, непонятно, в общем-то, анархисты или левый либерал. Их и либералы записывали к себе, и анархисты тоже, и якобинцев. Ну, собственно, Дьюи все-таки левый либерал в том плане, что он, конечно, не против государства американского. И он считает, что можно использовать американское государство в целях продвижения, допустим, науки, демократизации, что преобразует общество и приведет к этой самой социальной реконструкции. Понятно, что Дьюи категорический сторонник научного метода, ну, так как позитивист, собственно, слово «позитивизм» это самое означает, что научный метод первичен, и общество должно быть преобразовано научным способом. По поводу религии. Религия порядочную роль в США играет. Джеймс пытался с религией как-то примириться на том основании, что каким-то дуракам она полезна. Дьюи, конечно, такой глупости не исповедовал. Он пытался создать новую религию религиозного гуманизма, как, кстати, и Конд, как многие позитивисты. То есть он считал, что нужно создать новую научную религию и пропагандировать ее в Америке. Это богостроительство. В начале XX века популярная позиция, что мы создадим научную религию и распространим ее в массах. Но вот пытался он. Он написал такой гуманистический манифест, называл это все религиозный гуманизм. Но надо сказать, что это просто, конечно, попытка использовать религию в антирелигиозных целях. Конечно, Дьюи против религии, как все позитивисты. Дьюи был правозащитником. В частности, он защищал Сако Иванцетти, про которых я клип рано или поздно сделаю. Дьюи создал комиссию по проверке московских процессов против троцкистов, где показал, что сталинские все обвинения это фальшивки, то есть опровергнул сталинское следствие, будучи левым либералом. Из-за этого сталинисты возненавидели и теории Дьюи в СССР запретили. То есть Дьюи даже против сталинизма активно выступил. Причем, будучи ученым, он доказал, что Сталин фальсифицирует вот эти все процессы 1937 года. Как раз в 1937 году это доказал, а не тогда, когда они уже через 50 лет прошли. Это к чему привело. В 1920-е годы Дьюи был практически официальным теоретиком педагогики в СССР. Его поддерживала Крупская. Когда он против Сталина выступил, то его запретили, и все его методы педагогические тоже запретили, и объявили уже наук в СССР. Но перейду к педагогическим идеям. Это проекция прагматизма, напоминаю. Цель воспитания под Дьюи – это воспитание личности, которая может приспособиться к различным ситуациям, к изменению среды. Ну, так, с какого конца, просто думаю, начать? Ну, да, с философии лучше начать. Значит, истина – то, что полезно, прагматисты говорили, да? Поэтому важнейший источник педагогики – это метод проверки всего жизнью, проверки практикой. Мерила воспитания – это развитие ребенка. То есть, насколько ребенок, воспитанный по определенной технологии, может эффективно реагировать на изменения окружающей среды. Насколько он приспособлен к той среде, в которой он будет жить. Вот цель. То есть, увеличить полезность его действий, ребенка. И в связи с этим он выдвинул идею инструментальной педагогики. То есть, педагогика вся должна быть организована на практике. То есть, ребенку нужно предоставлять возможность осуществлять практическую деятельность в тех формах, которые ему доступны. Прежде всего, игровую и трудовую деятельность. А познание должно осуществляться у ребенка только для достижения каких-то целей. То есть, первоначально игровых целей. То есть, что-либо узнавать он должен не так, что он сидит за партой, ему что-то готовое рассказывать. А, допустим, маленький ребенок должен играть и что-то узнавать для того, чтобы достигнуть каких-то целей в игре. То есть, познание, действия ребенка должны и быть инструментом его познания и способом постижения истины. А в более взрослом возрасте, когда подросток, там уже ставятся какие-то трудовые задачи. Либо задачи, связанные с его увлечением. Короче, цель обучения – это получение опыта, а способ обучения – это реализация каких-то конкретных целей, которые потом назывались проекты. То есть, проектное обучение это называется у Дьюи. Выглядит это так, что дети… Ну, проектный метод, я не знаю, можно загуглить, и сейчас он на школах тоже применяется. Детям дают какие-то задания. Допустим, найдите в интернете информацию о том и о сём. Эти задания примерно должны соответствовать их интересам. Допустим, если ребенок любит рисовать, ему дают задание нарисовать. Ну, давайте зоологию возьмем, изучаем мы, допустим, корову. Вот те дети, которые любят рисовать, им предлагают нарисуйте корову. Для того, чтобы корову нарисовать, им нужно всё равно её строение изучить, вот они и вникают. Допустим, те дети, которые любят говорить, какие-нибудь филологи, им дают задание сделать доклад про корову. Вот они рассказывают про корову, корова такая, корова сякая. Они могут упомянуть, как корову в литературе, если она литературу любит, как разные писатели, а корову писали и так далее. Вот с разных позиций, интересуясь коровой, дети корову познают. Познают они её в процессе выполнения каких-то реальных заданий, которые они сами же и выбрали. Ну, демократический же метод, да, то есть американский. Сами выбрали, сами достигают целей. Вот это вот Дьюи как раз и разрабатывал. Значит, он разрабатывал это, как положено в Америке, на практике. При Чикагском университете, где он работал, была начальная школа. В принципе, Дьюи работал в школе с 1884 по 1916 год. То есть 32 года работал в школе, и всё вот это абсолютно на практике. Разрабатывал конкретные методы. Прежде всего в школе при Чикагском университете. Там обучались дети с 4 до 13 лет. То есть там даже вот 4-летние были, и к ним применялся метод проекта в самом начале. Первые опыты – самые маленькие дети, которые играли. То есть он им просто в их играх давал какие-то цели, которые требовали бы усвоения каких-то знаний. И вот на этом проектный метод отрабатывался. Когда уже 11-13 лет подростки, у них были трудовые задания. Допустим, там, не знаю, девочки что-нибудь шили. То есть учились что-нибудь делать, но для того, чтобы там что-нибудь шить, им нужно было какие-то вот знания освоить из других каких-то специальностей. Как-то вот так. Таким образом, у него система обучения связана с трудом, но у него труд не сам по себе важен. Не как у нас в советской школе, где всех гоняли улицы подметать и считали, что это трудовое воспитание. Труд-то, он должен быть интересен, говорит Дьюи. Вот тот труд, который в школе, это тот труд, который ребенок сам себе избрал, исходя из своих интересов. Вот он во что-то играет, и при этом он развивается и трудится. Он трудится, потому что ему будет интересной цели достичь. Вот. Даже Америка, там цель, цель поставили, цель достигаем. Вот это главное. Дьюи говорит, что школа должна стать как бы сама обществом. То есть школа должна имитировать взрослое общество, но в более простой форме. То есть она должна упрощать сложные явления жизни, предоставляя их детям в доступном виде. То есть, в принципе, такая же должна быть, как общество, в которое дети потом вступят, но просто более простое. А ни в коем случае не нужно создавать какую-то специальную среду для детей, как тогда считали. Школа должна выбирать для изучения наиболее распространенные и важные моменты из опыта человечества. Содействовать, кстати, в выравнивании общественных различий. И вот в школе должны одновременно богатые и бедные дети быть, и у богатых не должно быть детей никаких преимуществ. То есть школа для левого либерала Дьюи также способ воспитания равенства. Хотя бы вот на таком уровне, что бедные такие же люди, как ты вообще говоря. Что богатым обычно непонятно. Ну и, соответственно, содержание образования у прагматистов – это опыт ребенка, обогащающийся в условиях специально созданной обучающей среды. Я, кстати, участвовал в педагогических экспериментах 90-х по внедрению системы Дьюи в России. Они довольно были такие обширные. И сейчас этот проектный метод в России тоже популярен, хотя обычно не упоминается и в американское происхождение. И обычно он считается вспомогательным. То есть они могут давать проекты, считается как бы такая инновационная педагогика, но в целом полностью на проекты, на проблемном обучении нет у нас таких школ. А в 90-е пытались сделать полностью проектное обучение по всем наукам, то есть полностью школа под проектный метод. И Дьюи вообще-то делал так, что полностью школа под его метод должны идти, а не отдельные приемы применяться в традиционной школе. Противоречия между интересом и усилием. То есть о чем тут речь? Что ребенку может быть одно интересно, а сделать он это не может. Вот противоречия между интересом и усилием нужно ликвидировать за счет того, что мы должны учитывать возрастные особенности детей. То есть, допустим, маленькие дети могут что-то сделать, задание нужно давать детям, которые были бы им интересные, но и посильные. То есть, если маленькие дети завидомо не могут такое сделать, то такое задание им не надо давать и убеждать их, что не надо этим сейчас заниматься. И поэтому они очень много изучают сторонники проектного метода возрастные особенности. Потому что задача-то какая, чтобы ребенок делал то, что ему интересно, и вот они изучают в каждом возрасте, что интересно, а учитель должен согласовывать все-таки с реальностью. То есть, ему может быть что-то интересное, но он это не может. Вот что он может и что ему интересно, это очень интенсивно в этой школе изучается. Ну, я в целом сторонник, конечно, и позитивизма, и именно вот этого обучения позитивистского под ЮИ. Сам так учусь. Ну, и в частности, вот этот YouTube-канал, это мое самообучение проектным методом. В принципе, других целей я не ставлю, другие какие-то второстепенные. Допустим, цель общения, она второстепенная по отношению к тому, что я изучаю какой-то материал, вот готовлю клипы таким способом и самообучаюсь. Ну, надо сказать, что была критика, естественно, Дьюи, как всегда, и причем сразу же была в самой же Америке, и как раз тогда, когда Дьюи все это создавал. Ну, во-первых, был такой профессор Бегли, который был против прагматизма и категорически как раз во времена Дьюи против этого агитировал. Ну, Бегли говорил о чем? Школьное обучение должно быть направлено на владение учащимися основными навыками умственной деятельности. Прагматическая педагогика отказалась от формирования умственной деятельности, от формирования, как сейчас говорят, универсальных учебных действий в нашей педагогике, в Путинской. Они вообще этим не занимаются, они просто вот считают, что нужно заинтересовать ребенка тем и всем, в процессе вот своих действий по интересам ребенок приобретет практические навыки и все. То есть, допустим, обучать его систематически что-то делать не надо, считают прагматисты. А вот эти все навыки тоже в жизни очень нужны. Бегли также считал, что врожденных каких-то способностей у ребенка нет, постоянное тестирование, которым занимались прагматисты, тоже не нужно. Прагматисты все время же тестировали, чтобы определить склонность. Еще педология, это у нас еще называлось 20-е годы, когда они лидировали в педагогике СССР какое-то время. Вот они все время проводили тесты, потом определяли, ты, допустим, склонен к изучению символов, и поэтому у тебя будут такие-таки проекты. То есть, те проекты, которые ты делаешь, будут направлены на что-то вот такое символьное, на символьную обработку реальности. А ты, допустим, склонен к деятельности физической, ты будешь нам черепаху изображать физически. Вот ты будешь физически изображать черепаху, ты будешь и рисовать черепаху, ты будешь нам писать трактат о черепахе. А определяют они на основании тестов. Вот в связи с этим, значит, да, Бегли говорил, что тесты эти ничего на самом деле не определяют. Ребенок может переориентироваться, сегодня он хочет рисовать черепаху, завтра он хочет болтать про черепаху. Все это, в общем, так все вилами на воде писано, все это тестирование. Дальше Бегли о чем говорил, что все время мы не можем ориентироваться на интересы детей. Дети сами не знают, что им надо, короче. Систематически, если мы будем все время ориентироваться на интересы ребенка, мы перестанем систематических обучать. Сегодня ребенок одно хочет, а другое, всем известно, что дети капризные. И система Дьюи вот с ее демократичностью идет на поводу у капризных детей. Вот еще такая позиция. Надо детей строго держать, приучать их, что жизнь, это не обязательно интересно. А вот Дьюи пытается всю педагогику построить, чтобы все время было только интересно и на этом держаться. Саму вот эту идею роста как цели критиковали. То есть Дьюи говорил, что человека мотивирует рост. Ну и противники момента говорили, что вот этот рост как-то плохо определен, может быть бесконечен, да. И на самом деле в жизни часто цели какое-то конкретное выживание, а не абстрактный вот этот рост. Не достижение каких-то вот. Ну то есть Дьюи представляет себе ребенка как геймера, который все время хочет во всех играх выигрывать. Но вот жизнь не сводится к выигрышу в разных играх, говорили противники. Дьюи. Ну в общем смысл такой критики, что дети сами не понимают, что им надо. И цели себе поставить не могут, как правило. Сами. Поэтому все-таки надо их воспитывать не по Дьюи. Надо сказать, что в 20-е, когда пытались у нас резкую модернизацию осуществить, педагогические идеи Дьюи у нас были популярны. Крупская поддерживала. Сам Дьюи приезжал в Советский Союз и там с Крупской беседовал. Где он излагал метод проектов. Луначарский категорически тоже поддерживал. Все это называли, что вводит Луначарский американскую систему. Называли это также педологией. Но о чем я тоже расскажу, видимо, позже. Когда до СССР дойду. Сталин все это запретил. Потому что это вся прагматическая педагогика, конечно, демократическая. Но о чем основано? Что каждый делает, что хочет, в принципе. Но учитель направляет, согласует с задачами обучения, с твоими возможностями, помогает. Но по сути-то она демократическая, делай что хочешь. Это Сталину категорически не понравилось. В начале 30-х годов Сталин отменил все вот эти демократические инновации. Ввел классическое образование, как в гимназии. Одел всех девочек в гимназические все эти фартуки. Все они стали служанками немедленно. Советская форма, это же форма служанки. Ну вот, все. Мальчиков, соответственно, в мундиры. Все, пошла сталинская педагогика. После того, как Дьюи из-за Троцкого заступился, он вообще запрещен был как троцкист. Ну, надо сказать, что в перестройку возрождали, опять же, как демократическая форма. Уже в конце 80-х, я как раз в школе-то был учеником, там участвовал тоже в демократических преобразованиях. Уже в конце 80-х пытались вводить метод проектов, потом он в 90-е активно внедрялся. Ну, потом, как-то так сейчас ограничено. Не сказал бы я, что его нет. Как раз я же работаю-то фрилансером в науке и постоянно пишу научные исследования. По педагогике, как правило, я выбираю проектный метод. Если у меня выбор есть, конечно, я напишу по проектный метод про свой, про своих позитивистов. И это принимается, защищаются эти все диссертации, продолжается это все. Но надо сказать, что нет же собственного ничего в российской науке, в том числе в педагогике. Поэтому русские эти псевдоученые, они имеют звание от государства, но по большей части они переводят или бездарно адаптируют этого американца Дьюи или еще каких-нибудь там Монте-Сори, или еще каких-нибудь европейцев. И даже часто это выглядит так, что, собственно, я, фрилансер Золотарев, переводит им Дьюи или пересказывает. Что-нибудь из Америки, пересказываю я им, они мне за это платят деньги, потом подписываются под моими переводами, какие-нибудь авторитетные ученые, педагогические. Ну и вот так вот российская наука у нас работает. Причем понятно, что фрилансер Золотарев на что исповедует? Позитивизм, анархизм. Ну зачем мне какую-то херню исповедать, которая моему социальному опыту не соответствует? Какой мой социальный опыт? Практические цели надо ставить, выживать в этом ужасном мире путинском корпоративном, только наука работает, государство грабит и все так далее. А тот человек, который подписывается под тем, что написал фрилансер Золотарев, он, как правило, у нас православный, консерватор, путинист и так далее. Ну вот так вот и живем. Понятно, что моя идеология соответствует моему социальному статусу, а идеология их социальной позиции. Ну ладно, перейдем и вернемся к Дьюи. Он у нас еще по эстетике писал. Эстетика получается такая важная вещь, которую позитивисты часто игнорировали и их за это ругали. Потому что позитивисты всегда исходят из концепции полезности, в особенности американские прагматисты, а искусство нечто такое бесполезное. И вот постоянно был конфликт. Как раз обвиняли. Я вот, кстати, тут когда недавно читал по истории заказнания, Крочи приводил, который вообще-то был эстетик итальянский, и он критиковал позитивистов, что красоты у них нет, только полезность. Дьюи пытался построить позитивистскую эстетическую концепцию, это было довольно так смело. Считали, что невозможно. Но он это делает как через концепцию эстетического опыта, что вот этот опыт переживания прекрасного, это тоже некая такая полезность. То есть человек некие вот сенсорные переживания получает, и опыт их накапливает. То есть что ему доставляет это эстетическое удовольствие, а что нет. Индивидуумы живут в серии ситуаций, говорит Дьюи. И вот серия этих ситуаций, она их приводит к определению, что им полезно в плане эстетическом. То есть какие там картины, допустим, доставляют им эстетическое наслаждение, какие нет. Таким образом, все-таки цели ставятся реальные. Эстетика является инструментом освоения мира человеком, и включает в себя результат эстетического опыта. То есть эстетика – это не переживание каких-то отвлеченных от мира метафизических сущностей, как часто говорят идеалисты, а это некий опыт, который человек накопил в течение жизни. Эстетический опыт. И таким образом эстетика – это инструмент. То есть теория инструментализма. Различные виды искусства являются инструментальными по отношению к различным целям. Например, искусство, оно вообще-то может наблюдаться и в практической деятельности человека. То есть вот этот садовник, допустим, его практическая деятельность заключается в том, чтобы красиво сделать сад. То есть эстетическая цель есть, но в то же время это инструмент для какой-то практической деятельности. Кроме того, искусство ориентирует человека на поиск ценностей, а ценности – это тоже важно, и важно для выживания, потому что ставит какие-то цели в жизни. То есть искусство сообщает человеку какой-то опыт, который может иметь для него практическое значение. Допустим, какие цели в жизни нужно поставить – это практическое значение. Вот такие примеры. Примерно так вот искусство рассматривает. Чтобы это все развести, он говорит о том, что опыт имеет три фазы. Инструментальный опыт, финальный опыт и потребительский. Значит, инструментальный опыт – это опыт ради достижения какой-то конкретной цели. Допустим, сходить в магазин. Финальный опыт – это наслаждение от достижения этой цели. И, наконец, потребительская стадия – это синтез инструментального финального опыта в ощущении полноты результативности, когда человек радуется, что он какой-то цели достиг, просто потому что он этой цели достиг. Вот опять же говорю, что Дьюи все-таки человека воспринимает как геймера. Потому что человек все время играет в какую-то игру, и вот сама по себе победа в игре доставляет человеку высшее наслаждение. Почему играют люди в компьютерные игры? Это же не только никакой пользы не приносит материальные, наоборот, трата времени и часто денег. Вот потому что людям нравится что-то достигать как принцип. И вот это наслаждение от достижения цели как таковой – вот это и есть эстетический опыт, говорит Дьюи. То есть, когда мы в игре все-таки победили, это потребительская стадия, то есть, потребление закончено, и это опыт достижения, вот он эстетический. Соответственно, искусство возникает при производстве потребительской стадии. Причем, когда результат значим и для других людей. Вот он говорил, ну, педагогик, вы так понимаете, что дети все время играют в эти проекты, какие-то там баллы получают, проект демонстрируют другим детям, получают от этого наслаждение, и вот так вот они и должны образовываться. И также он считает, что и все искусство так выглядит, что художник нарисовал картину, воспринимает это, что это его достижение, показывает другим людям, и вот в этом и заключается эстетический опыт. Надо сказать, что, опять же повторюсь, что я лично под сильным влиянием Дьюи нахожусь, я все время его перевожу для наших педагогов, и все его методики пытаюсь в педагогике применить всячески, пользуясь тем, что я им пишу научные работы. Поэтому, кстати, я примерно так мой YouTube-канал воспринимаю, что это мое творчество, что это некая моя литература, так как вот для меня наслаждение доставляет сделать некую полную энциклопедию от себя. Это мое достижение, я это переживаю эстетически, поэтому это, в общем-то, мое искусство. Вот что меня еще влечет, почему я трачу время на эту болтовню в YouTube? Мне хочется сделать законченное изложение, допустим, всей истории человечества. Крутая же цель, да, крутая. Я расскажу всю историю человечества, охуенно. Ну вот для меня это эстетическое переживание, и тут Дьюи так вот это и описывает. Что человек какие-то цели ставит конкретные, вот, допустим, какие мне конкретные цели? Самообразование, пожалуй, да, это мне в работе моей пригодится. Если я буду хорошо, допустим, в Дьюи разбираться, вот мне точно, мне за это деньги заплатят, потому что точно востребовано, да. Это моя конкретная цель, да. Потом у меня цель финальная – доделать этот клип. А вот когда я этот клип доделаю про Дьюи, у меня будет еще эстетическое переживание, что вот я еще и про Дьюи рассказал. Охрененно-то как? Ну вот, то есть вот пример просто я на себя проецирую, рассказываю, как примерно Дьюи творчество. Понятно, что это применимо к разному творчеству. Творчество у него получается не только то, которое критики считают искусством, а любое творчество. Говорят, мой YouTube-канал – это для Дьюи определенная эстетическая деятельность. Поэтому у него еще мультикультурализм, он считает, вот, допустим, индейцы танец танцуют, тоже творчество у них. Они же наслаждаются, что они танец танцевали. Вот. Также, значит, он различает продукт искусства и произведения. Продукт – это сам результат. Допустим, кто-то написал стихотворение. А произведение – это взаимодействие между творцом и каким-то способом производительной деятельности. То есть это взаимодействие человека с этим продуктом. Человек читает стихотворение, взаимодействует с этим продуктом творчества. Это уже произведение будет, это коммуникация. Но надо сказать, что в интернете часто единство продукта и произведения в силу интерактивности. То есть вот мои клипы можно обсуждать и сразу взаимодействовать с моим продуктом. То есть сразу оно переходит в произведение. И четкой такой нету. А вот в то время, как бы, была граница. Допустим, кто-то скульптуру сделал, а обсуждают ее в другом месте. Поэтому там он четко разделял в эстетике Дьюи продукты, произведения. Критика, критика теории Дьюи. Ну, во-первых, вообще критики позитивизма критиковались со своих обычных позиций. Ну, какая обычная критика? Если нет искусства самого по себе. Вот если нет искусства для искусства, на чем позитивисты настаивают. Получается, что все время искусство для чего-то. Вот Дьюи говорит, что искусство – это инструмент. Нагромождение инструментов, цель которых не ясна. То есть, а для чего? Вот искусство все время для чего-то, а для чего? Критики Дьюи так обычно представляют, что вот он геймер, который все время играет в какие-то бессмысленные игры, и для него важно в этой игре выиграть. А зачем ему выиграть в этой игре? Вот критики Дьюи в педагогике так говорят, а зачем ребенку все время играть в игры и все время наслаждаться тем, что он выиграл? Так ли это полезно в жизни? Жизнь же не игра. И в искусстве также говорят, а зачем нам все время делать эти картины для того, чтобы наслаждаться, что мы понаделали много картин, и что? Ну, понаделали мы много картин, и что? Зачем это? Какой-то внешней цели же не задает Дьюи, он просто вот играет в эти игры, и все. Вот такая критика. Также критикуют за то, что у Дьюи нет бессмысленных удовольствий. Вот еще, кстати, у позитивистов, не знаю, проблема это наше или преимущество, мы всегда причинно-следственные связи устанавливаем. То есть, если позитивист что-то делает, то он это делает для чего-то, и Дьюи в том числе. Вот критики говорят, что, получается, не может, допустим, позитивист просто смотреть на рассвет или на закат, наслаждаться жизнью, как она есть. Он все время какую-то цель задает, потому что, ну вот инструментализм, Вибер полагает, что мы все время все не делаем для чего-то. Ну, надо сказать, в какой-то степени критика верная. Вот я-то ученик позитивистов западных, и да, это я в себе тоже наблюдаю. То есть, вот из-за сильного влияния американского прагматизма и тому подобных идеологий, я не могу чем-то наслаждаться без цели. Тут я согласен. Вот эта вот идея, что человек это геймер, она вот делает геймерство это тотально. То есть, вот, допустим, для меня, в принципе, ад идти по улице, потому что цели нет. Вот я иду, когда в магазин, какое-то время я ничем не занят. Это ад для прагматиста, для позитивиста. Вот иду, ничего не делаю, это кошмар. Должна быть цель какая-то. То есть, просто наслаждаться тем, что я иду, невозможно. Ну, и это более глобально потом идет. В частности, восприятие искусства это к чему приводит? Что на самом деле этой картиной ты не наслаждаешься, ты наслаждаешься, что ты ее сделал. Вот так говорят критики Дьюи. Но, надо сказать, что, может быть, это верно. В какой-то степени это объединяет опыт. Но другой рабочей философии у нас, ребята, нет. Особенно у бедных. Кроме позитивизма у нас ничего нет. Мы не будем наслаждаться закатом, когда наша жизнь в России в постоянной опасности. И вот это вот то, что нам буржуазии рассказывают, давайте наслаждаться жизнью, давайте смотреть на бабочек, на цветочках. Пока мы будем на бабочек смотреть, они нас ограбят. Поэтому для трудового народа позитивизм лучшая философия. Все должно иметь какую-то цель, и мы все должны понимать, у кого какая цель, в том числе, какая социальная цель у тех, кто нас грабит. Поэтому нам пойдет, а буржуазия пусть там занимается чем хочет, все равно паразиты. Может быть, для них и это актуально, что вот они забрали у трудового народа все на свете и сидят, нюхают тычинки и пестики. Но пусть нюхают, это к нам не относится. У нас эстетика инструментальная. О чем, кстати, и Черношеевский говорили, и Ленин, и наши все революционеры русские тоже. Критика. Ну, понятно, что Бенедетто Кротчин, уже упомянутый, и наезжал. Потом такая была Сюзанна Лангер, критиковала тоже эстетику Дьюи. Она критиковала вот за что. Во-первых, она говорила, что прагматизм – это психологизм в своей основе. Ну, то, что я с самого начала начинал, что он основан на психологических теориях Джеймса. Будучи психологизмом, он считает, что все человеческие интересы – это проявление, по сути, биологических потребностей. Поэтому Сюзанна Лангер говорила, что позитивизм сводит эстетику к животному. То есть, вот Дьюи говорит, что человек картины пишет, чтобы наслаждаться, а это животное переживание, наслаждаться достижением цели. И поэтому ничего, собственно, человеческого позитивисты не предлагают. Для них вот эта вся игра эстетическая – это игра каких-то вот зверюшек. Потому что, в принципе, позитивисты в итоге сведут все равно биологическим потребностям. Вот так Лангер говорит. Ну, в какой-то степени верно, но надо сказать, что не сводится полностью человек к биологии. Но в основном сводится. Вот когда мы сводим к биологии, мы, по крайней мере, правду говорим. Что все-таки картину-то он писал не для того, чтобы Богу служить, а чтобы получить гормоны удовольствия в кровь. Все-таки это же правда. Все-таки не для абстракции все люди все делают, а в основном из-за того, чтобы получить удовольствие. Не сводится к биологическому язык. Поэтому я говорю, что все-таки, да, полноценным более является логический позитивизм, который еще вводит, помимо вот этого животного опыта, вводит еще некий опыт переживания логических категорий. Математика, лингвистика не являются животными, не наблюдаются у животных. И поэтому этот опыт у нас, между прочим, тоже есть, и он не биологический. Поэтому Сюзанна перегибает. Но надо сказать, что именно этот опыт как раз прагматисты американские часто упрощают, либо игнорируют. Поэтому, в общем, даже критика это правильное, что чисто логические какие-то конструкции, лингвистические, абстрактные, явно не цель исследования у прагматиков американских. Но это критика одного из направлений позитивизма, а именно прагматизма. В какой-то степени я ее разделяю, но это не относится к позитивизму в целом. То есть, конечно, позитивисты говорят, что есть объекты, которые человек понимает, а животные их не понимают, конечно. Да и это прежде всего логика, математика, язык. Ну вот, вот такие вот, в принципе, дела. По второй половине, ну, сейчас, значит, культурное влияние Дьюи, сейчас попытаюсь я сформулировать. Во-первых, Дьюи, естественно, как и все позитивисты 20 века, основатель мультикультурализма. Вот это вот представление о том, что эстетика это достижение целей, да, наслаждение определенным опытом, говорило о чем, что у так называемых диких народов полноценная эстетика. Так, конечно, все равно вот это вот потребительское же переживание есть, да. И он поэтому очень много, кстати, интересовался искусством индейцев, бушменов, традиционное искусство Мексики. Позитивисты о чем говорили? Что, допустим, какой-нибудь фольклор, там, какое-нибудь искусство вот этих вот нищих, тоже же искусство. Тоже ведь люди наслаждаются какой-то эстетикой. И оно должно быть равноправным с тем, что европейцы считают искусством. Ты считаешь, что прекрасная, там, Венера Милоская, а индейец считает иначе. Индейцы считают, что прекрасен, допустим, какой-нибудь танец. И это тоже эстетика, и они равноправны. Поэтому Дьюи наставил на мультикультурализме. Он поддерживал, кстати, движение черных за равенство, вот, исходя из этих-то оппозитивистских позиций. Он же вообще же за равенство, да. И поэтому, тем более за то, что у черных, у индейцев своя собственная культура, она имеет собственное эстетическое значение. Вот за это категорически прагматисты выступали. И, в общем-то, базу философскую подводили под борьбу в Америке за права как раз индейцев и черных. И очень эту тему любили. Много художников было последователей Дьюи, особенно в середине 20 века. Допустим, всякие экспрессионисты, абстракционисты, то же самое говорили, что вот у них абстрактное искусство, оно приводит у них конкретно к эстетическим переживаниям. А если вам не нравится, то и сами идите свою Венеру-Вилоскую смотреть. И обосновывали это примерно вот прагматизмом Дьюи, между прочим. Надо сказать, что где-то к концу 20 века начали доминировать постмодернистские теории в искусстве. И, соответственно, весь вот этот прагматизм, как часть позитивизма, он критиковался и выбрасывался, в том числе в Америке, из эстетики. Тем не менее, определенное возрождение к эстетике прагматизма, определенное возрождение к позитивизму уже где-то в 90-е началось. То есть сейчас снова эти идеи Дьюи рассматриваются. И даже считаются одним из способов преодоления вот того кризиса философии, который где-то в 90-е уже был очевиден. Ну, до современных я лет через 5, наверное, дойду. Так, вкратце я просто о Дьюи говорю, да, что сейчас Дьюи снова возвращается в мейнстрим. Какое-то время его не было, потому что позитивисты, постмодернисты зачмарили. Ну и, в общем-то, я считаю, что возрождение позитивизма, в том числе и прагматизма, возможность какой-то коррекции, это единственный адекватный ответ на разгул постмодерна, консерватизма, всяческой реакции, которая в 90-е была, которая на рубеже веков наблюдается. По сути, вот это все уже поставило человечество на грани ядерной войны. Надо вернуться к разуму, надо вернуться к расилу, к Дьюи. И определенные предпосылки в науке и культуре к этому имеются, и эта цель поставлена, и ее нужно достичь. И в политическом плане, естественно, это будут левые. Либо это будут левые либералы, либо это будут демократические социалисты, и они всегда этот самый позитивизм исповедовали. Вот цели. Если говорить о Дьюи, он всегда говорил, что надо поставить цель, и ее добиваться, и это главное. Вот цель, и ее нужно добиваться, и это главное.